Огромные глубокие океаны, золотые пляжи, зеленые луга, невероятные разнообразные леса, цветочные поля, величественные горы. Все эти умопомрачительные пейзажи были созданы Вселенной миллионы лет назад. Красиво, правда? Наша планета так прекрасна и разнообразна. Многомиллионные мегаполисы, жизнь в которых не затихает ни на миг. Фантастические здания, грандиозные мосты и каналы, чудесные изобретения, завораживающая музыка, побеждающее время картины. Человеческим гением создано много всего, чем мы восхищаемся. Есть много чудесных вещей, без которых мы уже не можем представить себе повседневной жизни. Когда смотришь на все это, кажется, что жизнь на планете идеальна. Но есть и обратная сторона медали. Загрязненные реки и озера, беспощадное уничтожение лесов, мусор в городах и за их пределами, выброс токсичных отходов, огромные озоновые дыры, исчезновение многих видов животных и растений, немыслимое количество отходов, плавающих в океане. Дошло до того, что у нас уже появилось нечто, получившее название «седьмой континент из мусора». Неужели вам приятно жить в таких условиях? А вы задумывались над тем, кто в этом виноват? К сожалению, все плохое, что происходит на планете, напрямую связано с поступками и деятельностью человека. Войны, голод, бюджетный дефицит, планомерное уничтожение нашей экологии – все это в итоге может повлечь за собой самые худшие последствия. Конфликт человека и природы достиг критической точки и угрожает существованию всего живого на планете. Современное общество стоит перед выбором – либо сохранить существующее отношение к природе и привести планету к неминуемой экологической катастрофе, либо сберечь ее пригодной для жизни, а значит коренным образом изменить свое мировоззрение, пересмотреть отношение к материальным и духовным ценностям и сформировать экологическую культуру. Экология – это изучение усилий человечества по ухудшению жизни на Земле. Виктор Кротов. Человечество усердно перерабатывает природу в мусор. За время индустриализации мы нанесли экологии такой немыслимый урон, которого до нас не удалось достичь тысячелетиями. Как можно настолько поверхностно и безответственно относиться ко всему вокруг? Человек может развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей, и это нужно четко осознавать. Крупные катастрофы, уже разрушившие и продолжающие разрушать современный мир, происходят от пренебрежения человека законами природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая Землю. Наверное, люди начали благополучно забывать, что необходимые для поддержания их жизни ресурсы вырабатываются в рамках взаимосвязанных экосистем. Выделение кислорода, естественная фильтрация воды, круговорот питательных веществ, опыление – все это результат работы сложных механизмов живой природы. Поймите, что можно поступать иначе и совсем не стыдно признать свои ошибки и вовремя остановиться на пути разрушения. Стыдно продолжать делать то же самое. Наверное, многие думают, что если возникнет какая-нибудь серьезная опасность, то все произойдет, как в голливудском фильме. Придет неведомый супергерой и спасет всех. Но правда в том, что наша жизнь не фильм. Сейчас реальность такова, что каждый из нас должен нести ответственность за собственные решения и может стать хорошим примером для окружающих. Конечно, при желании. Вы не представляете, насколько это приятно. Осознайте простую вещь. Только вы решаете, каким будет мир вокруг вас и как он выглядит в вашем восприятии. Мы сами чувствуем, что все, что мы делаем – это капля в океане. Но океан будет меньше без этой капли. Мать Тереза. Возможно ли каким-то образом изменить эту ситуацию? Все просто. Нужно начинать с маленьких шагов, которые в итоге приведут к великой цели. Для каждого человека такой целью, помимо прочего, должно стать стремление сделать наш общий дом чистым и комфортным для жизни всех его обитателей. И для этого не нужно прилагать какие-то немыслимые усилия. Если каждый живущий на планете человек возьмет за основу правильную модель поведения, то мы уже сегодня сделаем жизнь на Земле лучше, причем абсолютно для всех. Добро, взаимопомощь, поддержка генерируют еще больше позитивной энергии. Если вы будете улыбаться миру, то и окружающий мир всегда улыбнется вам в ответ. Запомните эти слова на всю жизнь. Они во многих жизненных ситуациях могут подсказать вам, как поступить. Все мы хотим жить в радости и комфорте. Так давайте создавать эти условия сами, а не ждать, пока их создаст кто-то другой. Каждому человеку, независимо от его статуса в обществе, будет приятно, если его будут окружать чистые улицы, парки и скверы. Сегодня самое время вместе начать создавать такую реальность, чтобы уже завтра почувствовать разницу и увидеть первые результаты. Есть известная каждому пословица «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Это очень простое правило, которого, как показывает практика, многие почему-то не придерживаются. А ведь если содержать окружающий мир в порядке, то будет больше порядка во всех остальных повседневных делах. В нашем мире, к сожалению, плохие новости распространяются намного быстрее, чем хорошие. Негативная энергия в людях преобладает, и это одна из основных причин, почему наша планета с такой скоростью разрушается. Нужно заряжать позитивом и поддерживать друг друга, не упускать удобных возможностей, дарить положительные эмоции. Тогда неизбежно наступит момент, когда положительная энергия начнет преобладать, и мы с большим энтузиазмом сможем направить ее на созидание. Может ли человек считаться наивысшим творением природы? Еще нет. Нам предстоит долгий путь. Мы либо создадим рай на земле, либо уничтожим себя и будем преданы забвению. Только будущее даст ответ. Каким оно будет, зависит от нас. Проще всего сказать, я не могу ничего сделать, или от меня ничего не зависит, или у меня своих проблем хватает, зачем мне думать еще и об этом? Трудно понять равнодушие общества по отношению к экологической ситуации на нашей планете. Ведь это наш общий дом и, соответственно, общая проблема для всех людей. И только от всех нас вместе, без исключения, зависит в каком состоянии мы передадим планету следующим поколениям, и какой мы им покажем пример по обустройству своего дома, если, конечно, мы этот дом прежде окончательно не разрушим. Вы же не оставите все как есть, если вдруг в вашем доме будет протекать крыша или, к примеру, выпадет окно. Это почти то же самое, только в более глобальных масштабах. Некоторые люди каждый день бросают под ноги мусор, а на следующий день, они же, идя по той же улице, возмущаются, что так грязно, и рассказывают, как бы им хотелось жить в чистой стране. И эти случаи, к сожалению, не единичны. Такие люди не уважают ни себя, ни окружающих. В каждом из нас течет мощный поток сознания. Если он чист, человек процветает, а если грязен, начинает болеть. Сегодня мы все чаще загрязняем этот поток своими мыслями. Нам надо изменить свой образ жизни, переосмыслить ценности. Мы должны очистить поток, чтобы излечиться самим и излечить нашу мать-землю. Это задача каждого человека. Мы в повседневной суете привыкли не придавать этому значения, но только до тех пор, пока нам кажется, что это нас не касается. Пора расширять границы нашего сознания. Я прошу каждого, кто сейчас смотрит это видео, донести свою бумажку или окурок до урны. Это на самом деле очень легко сделать, и для этого совсем не обязательно находиться в помещении. На улице это работает точно так же. Если так будет поступать каждый, вы с удивлением обнаружите, что вокруг вас стало намного чище и приятнее. Пора меняться и подавать окружающим положительный пример. Не нужно ждать, пока кто-то одобрит ваши решения или скажет, что вам сегодня делать. Нужно просыпаться и действовать. Другой природу у нас не будет никогда, поэтому объединив усилия людей, государств, общественных организаций, коммерческих предприятий, мы сможем улучшить мир вокруг нас. Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое Петро Келли. Так вот, что я хочу вам сказать. Мы способны сделать невозможное, и я искренне убежден в этом. Возможно, некоторые скажут, что я сумасшедший, но я верю, что у нас это получится. Хватит искать причины, начинайте видеть возможности. Пора уже разбивать старые рамки и каждый день встречать этот мир улыбкой и радостью. Мы все выиграем от этого. Я очень надеюсь, что это видео помогло вам осознать многие важные вещи. А самое главное, это то, что мы сами должны позаботиться о своем будущем и будущем наших детей. А оно напрямую зависит от ваших сегодняшних решений. Давайте будем беречь наш общий дом и всех его обитателей. Поделитесь этим видео со всеми друзьями и знакомыми. Оно будет полезно абсолютно всем и поможет изменить к лучшему ситуацию на нашей планете. Живите с умом и не поддавайтесь негативному влиянию. Давайте действовать вместе. Всем огромное спасибо!